Гагаринский дом 3. Хорошо понял вас. Скоро буду. Рачелло. Что? Скажи, а что это ты делаешь? Блин, что я могу делать, Кэп? Бомблю понемножку. Сам знаешь, какие сейчас времена. Деньги на донат нужны. Да не сыра, куха. Будет тебе пуха. Посылки проходишь, все нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счета, плюс 100% кредитов придет. Оу май. Работа подождет. А не много ли дробовиков в последнее время? Дорогой друг, разработчики тоже люди. А новогодние подарки и скромный отдых на Бали сами себя не оплатят. Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги. С вами Ракутагин, Капитан Очевидность и новый дробовик Warface. Сразу скажу, все, что вы здесь видите, происходит на суперсекретном тестовом сервере. И как вы понимаете, мы неоднократно об этом говорили. Может в итоге поменяться. То есть характеристики оружия и ТД, и ТП, 5, 10. А может дробовик вообще не захотят вводить? Ну бывает такое, бывает. Да нет, конечно ведут, по-любому. Новый год, Бали. Вы понимаете, почти наверняка да. Но когда и в каком виде, это вопрос. Но, вероятно, действительно, не исключено, что это будет на Новый год. Но, однако, это уже мой вымысел. Я эту информацию не уточнял. И давайте приступим. Новый дробовик, который, судя по всему, по некоторым догадкам, информация на суперсекретном тестовом сервере не подтверждена, потому что там нет названия оружия. Как бы там заглушка стоит вместо этого. Но, судя по всему, дробовик этот называется Гарибальди. Прямо чувствуете этот аромат итальянского нагиба. Перфекто, сеньоре. Ну и как тебе этот макаронник? Проходняк или годнота? Нереальная годнота, капитан Очевидность. Вероятно, кстати, даже имба, вероятно, немного порежут. И вы знаете, даже немножко надо порезать. Но тут как бы, мы сейчас об этом поговорим, но момент. У этого дробовика есть один интересный модуль, который, скажем, делает отсылку на легендарный МАК-7. А именно, если установить этот мод, у вас при открытии прицела темп дробовика повышается. Помните такая фишка? Баг был такой на МАК-7. Именно я, ваш покорный слуга, это первым обнаружил и, ну, скажем так, придал огласки. Разработчики тогда посмотрели, мне даже Миша Хеймзон сам написал. Нифига, говорит, Рокутаген. Реально, у МАК-7 оказывается баг, он в прицеле стреляет быстрее. Ну, ты знаешь, по-моему, игрокам нравится. Мы так и оставим, короче. Ха-ха, да. И вот теперь на Гарибальди у нас такой мод добавляют. Правда, никто с ним, большинство с ним не будут играть с этим модом. Почему? Объясню. Потому что есть другой мод, который снижает разброс в прыжках и повышает скорость бега. Немного, ну, очень, да, прям, оно чувствует, да. Гаднотелло. Я, конечно, буду ставить скорость бега. Почему? Потому что у Гарибальди темп 122. 122, деточка. В шоке просто. Мега годно. Очень хорошо. Прямо золотая середина для помпы. Не слишком быстро, не слишком медленно. Прямо хватает. Идеально. Мне очень нравится. А как, сука, он жарит. Мы провели прямо сравнительные тесты. У нас тут глубокая аналитика присутствует. Ребята, внимание, слушаем. Смотрите. Кстати, новый дробовик был прозван Гарибальди. Гариком. Гариком его прозвали. Не поверите, это даже не ютубер сделал. Это сделал один комьюнити менеджер, который просил не называть его имя. Саня красава, блин, благодарю тебя. Классно. Гарик вообще звучит. Итак, смотрите. Камрад Калашников. Камрад. От слова кам, камрад. Как бы все, после фикса, вы понимаете. Камрад. Да. Камрад у нас были сделаны с помощью самых точных, сука, приборов. Замеры. Камрад в среднем, ну смотря по каким классам, по штормовику. Чуть дальше будет по медику. Вот как раз. Ну по медику судили. Ну неважно, по кому мы судили. Ну ты мой сладкий пришла. Ха-ха-ха-ха. Булочка моя. Ладно, прелесть моя. Давай, иди. Ха-ха-ха, да. В общем, Камрад у нас ваншотит на дистанции 10 метров теперь. Ну все, да, халява кончилась, извините. 10 метров. 10 метров Камрад как бы ваншот, ванкил, сука. No luck, just kill. Да, именно так. Хаклберри. Сосаклберри, который у нас новый Марлин. Ваншотит на дистанции 15 метров. 15 метров нагиба, друзья. А Гарик ваншотит на дистанции 16 метров. Просто ой-ой-ой бундес так. 16 метров. Дробовик, который в дроби стреляет. 16 метров ваншота. На метр дальше, чем Хаклберри. Сосаклберри, который стреляет пулей. Перебор выходит. Вот, и я о том же. Конечно, друзья, это перебор. Это однозначно перебор, но это слишком как бы... Ну, как бы с помпы намного проще попадать, чем Сосаклберри. Ну, это должно быть... Это очевидно. Но... А с другой стороны, блин, у нас, когда... Помните этот... У нас Марлин был, и все считали, что он самый дальнобойный. На самом деле, самый дальнобойный был KillTech K7. Он дальше Марлина ваншотил, дальше Чапа ваншотил. И как-то, ну, нормально было. В общем, короче, что я думаю? Что я думаю по поводу? Я бы сказал так, друзья. Добавик классный. Внешний вид классный. Прицел вот этот, как бы, а-ля М2СП Бенели. Мне нравится. Многим не нравится. Не знаю, мне этот прям вот прицел вставляет. Я считаю, он не лучше, даже прикольный. В смысле, не хуже, а он лучше даже. Моджу Зиро. Он классный, он сочный, он прикольный. Он почти как Буся, но Буся еще лучше, да, моя сватка? Да. В общем, Буся, кстати, тоже понравился. Она наблюдала, как мы нагибали друг друга на ангарах, короче. Вот это все. Ты же моя шелунишка. В общем, да, было сочно. Было реально сочно. Прям дробовик обалденный. Прям кайф, все. Единственный звук у него такой глуховатый. Вы знаете, обычно мы привыкли, что дробовик это такой, знаете, звук такой бах-бах. Типа там Мосберг 500 кастом, типа такого. Но вообще-то кто стрелял с реальных дробовиков в жизни, там, с Тозика какого-нибудь, не важно. Ну, вообще с дробовиков. Конечно, звук отличается у разного вида оружия. Но вы знаете, что на самом деле, когда ты оружие в руках держишь и стреляешь с реального дробовика в жизни, вот с ружья, с дробовика, какого-то, с помпы, не важно. Оно звучит иначе. Оно звучит иначе, не так, как тебе просто. Оно более глухо звучит. Как-то, как-то по-другому, сука. Вот, по-другому. Даже автомат Калашникова не как в играх, там, не как в кино. Он как бы, он, как бы, особенно какой-нибудь там, 74-й пластиковый. Сука, он игрушкой кажется. Вот, ну, серьезно. Ты, ты, ты представлял себе это по-другому. А как-то, ну, как-то, ну, вот, воздушка усиленная, blow-up-система. Да, такие дела. Эм, короче, вот, 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 звук не всем понравится. Мне нравится. Меня устраивает как-то, ну, на звук настоящего ружья, похоже. Вот, не слишком громкий, не такой, вау, там, спецэффект, а вот такой прям звук ружья настоящего. Ну, схожий, во всяком случае. Вот. Чё, я, я тут записывал, но, сука, оно как всегда, как бы, экспромтом оно лучше. Эм, ничего я там не записывал, бру, я просто, я просто записал тут эти, сука, дальности ваншота, вот эти параметры. Вы знаете, мммм, ну, на данный момент, если этот дробовик вообще не фиксить, Сосакл Берри просто отлетает, он нафиг не нужен. Камрад, ну, Камрад, понятно, это лишняя рука и оружие, классно, я, я, я такое люблю. Ну, честно, между тремя этими дробовиками выбор просто, он глуп, он, вау, для меня вообще выбор не стоит, это просто, это, это Гарик однозначно. Однозначно Гарик, почему? Сосакл Берри хорош по ваншоту, сука, но там пуля грёбанная, не хочу я играть с пулей. Камрад, блин, ну, он классный, да, базар, он сейчас его пофиксит, он будет послабее, да если бы даже он таким, как сейчас на лайве оставался. Ну, типа, ну, как бы, не знаю, я не такой фанат автомата, мне нравятся реально помпы, я обожаю помпы, вот я люблю помповые дробовики с нормальным темпом, примерно 2 выстрела в секунду, вот тут как раз 122, идеально, ну, может изменят, но тем не менее. Поэтому я сказал бы так, друзья, нам надо делать следующим образом, Хакл Берри также должен ваншотить на 15 метров, Гарик должен на 14 ваншотить, ну, и Камрад на свои 10, всё, это самое справедливое. А так, получается, Гарик на метр дальше ваншотит Хакла, он должен на метр меньше, наоборот, ваншотить. И, получается, Гарик будет по ваншотам, ну, прилично сильнее, чем Камрад, и чуть-чуть слабее, чем Хакл Берри, это будет золотая середина. Но, есть проблема, у наших разработчиков всегда, сука, есть одна проблема. Дорогие разработчики, вот вы что-то фиксите, оно у вас вообще, вот, из дробовиков, оно у вас вообще перестаёт нормально ваншотить. Ну, вот вы, Бенели М2 когда-то там, она была на ПС, вы решили чуть-чуть, чуть-чуть пофиксить, сука, она вообще перестала в упор ваншотить. Камрад, вы сейчас пофиксили на ПТСе, он теперь, сука, в упорах, блин, почему-то какие-то не ваншоты странные даёт. Я вас очень прошу, подойдите к этому моменту ответственнее. Либо вообще Гарибальди не фиксите, он будет самым мощным дробовиком, однозначно, в Варфейсе, прямо, anyway, без вариантов, как бы, вот тут прямо, ну, он будет такой, даже немножко с перебором. Либо фиксите, чтобы он был там на уровне примерно по ваншоту Хакл Берри, там, ну, может, на метр меньше. Но, пожалуйста, не сделайте так, что, сука, оружие перестанет в упоре ваншотить. Я вас очень прошу, не надо, потому что дробовик классный, таких дробовиков сто лет не было. Эти, все эти, марлины, хаосы, блин, не надо, не грузи это, падла. Вот, ну, вы поняли, тайфуны, вся эта шляпа, блин, нормальный человек, который любит дробовики, он не будет с этим бегать. Ну, нет, ну, бегает, потому что выбора нету. Но это шляпа, это не то, и комрады эти все, все это шляпа. Хакл Берри, Сасакл Берри, дробовик от слова дроп, это помпа, это кайф, это бежишь, сука, ааа, нет, кого так тебе? Вот, и это дробовик, это про это, это а-ля Мозберг, это а-ля, там, Килтек 7 или КС7, вот это вот, это помпа. Люди, настоящие медики, они обожают помпы. Большинство медиков, которые играют, вот, не каждому нравятся автоматы. Очень многим не нравятся пулевые дробовики. Но настоящие дробовики, настоящие помпы нравятся всем. Это просто the best оружие. Это обалденное. Если вы сейчас вот не просрётесь с этим, и вот у вас всё получится, я вам могу сказать так, вы сделаете огромный, реально, классный подарок игрокам на Новый год. И, и на Бали ещё останется. Ха-ха-ха-ха-ха, да. Субтитры сделал DimaTorzok